Здравствуйте! Меня зовут Валентин Хартлоп. Мы продолжаем цикл об истории средних веков. Пятый сезон этого цикла, о котором мы говорим в истории Византийской империи и, в общем-то, мы дошли до конца этого сезона, потому что в этом выпуске будет падение Константинополя, последние палеологии и, в общем-то, такой невеселый выпуск. Но, тем не менее, вот такая история. Невеселого много в нашей жизни, к сожалению, в частности и в современности. Мы живем во время войны, которую путинская Россия развязала против Украины с 2014 года, с начало отражения на Донбасс, а тем более с полномасштабным отражением в 2022 году. Все звездства и военные преступления, они уже неадекватно говорили. Вы это все уже, я думаю, прекрасно знаете, но кроме этих всяких ракетных обстрелов и прочих нехороших вещей против гражданского населения. Естественно, Россия также сейчас приступила и к экономической блокаде, в блокаде портов на Черном море не дает вывозить зерно, даже бьет специально по элеваторам, по портовой инфраструктуре, пытаясь спровоцировать и голод по третьих странах. То есть, в принципе, преступления против человечности уже просто выше крыши, конечно, Путина Сашал. Я, опять же, остаюсь в относительно безопасном месте, в небольшом городке, где все-таки меньше вероятность, что при этих ракетах, хотя вот ракеты прилетали недавно и по небольшим городкам, ну, на западнее. Но, тем не менее, если у вас есть желание и возможность подчеркнуть мою работу над этим проектом, который, в общем-то, завершается вам, то присоединяйтесь к патрону, патрон.com.kesei.org, подчеркивая k-h-o-k-h-r-u-b, подписывайтесь на мой канал YouTube, становитесь мемберами, мемберы эти видео смотрят без рекламы или на неделю раньше. Хотя, конечно, уже завершение этого цикла, но мало ли вдруг кто-то под конец решительки соединится. Ну а если даже и не хотите присоединяться со страницей мембера Ротопа, подписывайтесь, ставьте лайки, это тоже помогает в продвижении этих видео. Ну а теперь переходим к данному выпуску. В прошлый раз мы закончили на том, что в 1391 году умер старый император Иоанн V, у которого была нелегкая, даже не так, жизнь. В начале своего правления он боролся с Иоанном Контакузином. Потом очень печальная судьба видеть, как турки захватывают одну за другой европейские провинции империи и к концу жизни практически ничего уже не осталось. И вот новый император Мануил II, который вступил на престол после смерти отца, он провел практически только лишь в Константинополе. Правда империя еще контролировала Малею, то есть Пелопонез. Ну не весь в полуостров, но значительную часть. Там греки постепенно у латинских оборонов отвоевали земли и в основном-то уже Пелопонез был под греками. До 1380 года там правил Мануил его Контакузин, второй сын Контакузина, который в принципе не восставал в роде Иоанна V. Ну а затем вот тот самый его старший брат Матвей, который изначально там восставал в роде Иоанна V и потом соответственно ничего не имел, но в конце концов после смерти брата он тоже там немножко вправил в Малеи. А после этого деспотом Малеи стал сын Иоанна V, Феодор. Ну у Иоанна I было несколько сыновей, вот один из них стал деспотом Малеи. В 90-х годах XIV века греки попробовали сделать Пелопонез своим последним оплотом, они построили на Каринском перешейке стены. Туэнский перешейк он небольшой, это единственная скопутная связь Телопонеза с Средней Грецией. И вот эти стены, они считали, что они его сдержат турок, но в ответ султан Братит вызвал на суд к себе императора Мануила II и деспота Марии Феодора. Там суд был довольно скорый, их присудили к смерти, но они сумели подкупить визирям и спаслись. То есть оба палеолога, и император, и деспот смогли убежать от верной смерти. И после этого Мануил II, подобно отцу, обращается к папе, ну в тот момент, правда, было уже два папы, был папа в Абиньоне еще, и был уже папа в Риме, но они друг с другом конфликтовали, естественно. Ну и вот он обращается за помощью, кто там из пап ему поможет. И вот французы посылают таких своих рыцарей в Венгрию, но там не очень большие силы, потому что, напомню, это уже конец XIV века, уже идет столетняя война, уже Франция с Англией воюют. Но там они не постоянно воюют, но в течение 100 лет там эти конфликты были периодически. И, соответственно, не очень много лицарей хранцузов, в основном бургонских, смогли отправить в Венгрию, а венгры, у них король Селезмунд, его как бы убедили, уж не подскажу это, а там кто-то из пап постарался, или как это произошло, но в общем там объявлен был крестовый поход против турок. У венгерского короля, естественно, был личный интерес, потому что после болгар и сербов венграм пришлось бы столкнуться с османской угрозой. И вот венгры с помощью там западных рыцарей, ну, тех же хранцузов, выступили против турок в 1396 году и так далее сокрушительное поражение при Никополе. Вот. И в том же году турки также сюда преодолели те стены, которые веки построили на Калининском перешении и стали разорять Морею. Деспот Федор, который там в Морею, пытался найти союзников в Венеции, но венецианцы предпочли заключить союз в Турке. Император Мануил II на вот этом рубеже 14-15 веков, так же, как, в общем-то, и его отец, едет в большое такое европейское дипломатическое турне. Он едет к королю Франции, дальше он едет к королю Англии, его везде принимают с подсчетом, но и король Франции, и король Англии, они больше озабочены войной друг с другом. И реальной помощи император не оказывает. В Константинополе Мануила ставил управлять племянника того самого Иоанна VII, о котором в прошлый раз говорили, который там и бастовал, и как бы против дяди своего изначально они были в конках, но потом как бы уже все, я так понимаю, что помирились. И поэтому Иоанн VII там в Константинополе правил на время архитерного Мануила II. Кстати говоря, Абисантию спас случай, потому что, в принципе, турцы могли бы захватить Константинополь как раз тогда, на рубеже 14-15 веков, около 1400 года. Ну, после поражения при Никополе крестьянской армии, в принципе, ничего не мешало уже покончить с Константинополем, Баязиду. Но у турок образовалась проблема, откуда ни ждали. Как говорится, дело в том, что в 1400 году в Курцию с Востока вторгнулся могучий мир Тимур, он же Танерлан. Орды Тимура, а это вот реально огромная войска, разгромили Баязида. А у турок были тоже немаленькие силы, по сравнению с Византией, например. В Византии были крошечные силы, у турок были силы в десятки тысяч, а сколько было у Тимура, заткняюсь сказать, но наверняка гораздо больше, чем у Баязида. И султан попал в плен, и вскоре в плену умер. И там была тоже некоторая такая неразбериха у османов, потому что там в разных частях этой Османской империи стали править разные сыновья Баязида, которые друг с другом не очень ладили. И под шумок Иоанн VII, который там был на хозяйстве Константинополя, начал возвращать под византийский контроль земли. Например, он вернулся с Солоники. Мануил II тогда же, через пару лет, после этого на радостях возвращается в Константинополь, из Европы. Там с ним Иоанн VII уже не вступает в противопорство. Наверное, они уже поняли, что лучше им держаться вместе, а то их легко пулки аделеют. И тогда Мануил, вернувшись в Константинополь, вошел в сношение с Тимуром и обещал ему платить дань. Но на самом деле Тимур на Византию не пошел. Я думаю, что скорее это не потому, что не хотел, а потому, что не мог. У Тимура не было флота. Он дошел до конца Малой Азии, до Восфора. Но переправиться и угрожать Европейскому берегу он не мог за отсутствие анклопа. Ну, а может быть, у него что-то было или другое. Также еще какие-то причины, но в итоге Тимур удовольствовался тем, что император обещал Лутань и ушел обратно к себе в Самархан. И вскоре он там умер. И на время Византия получила передышку, потому что пулки еще долго не могли отойти от этого пасгрома. Ну, один из сыновей Боязида там, который правил, это Сулейман. Он был другом императора Мануила. И, в принципе, все шло хорошо. Но были и другие сыновья. И между ними возникла вот уже горячая такая война. Братоубийственная. Это был 1410 год. Сулеймана убил его брат Мусан. Это был воинственный и фанатичный мусульманин. И он развернул широкомасштабные действия в Сербии, в Фессалии, в Македонии, то есть на Европейском берегу. Он осыпил к Салонике. Даже шел на Константинополь. Но в 1412 году его убил еще один брат Мехмед I. А Мехмед I тоже был другом Мануила. И в Кимополь, в самом Константинополь, опять был спасен. И вновь в Песанте получают передышку. Османы еще восстанавливаются после разгрома от Тимура. Мануил тоже наводит порядок в своей стране. То есть он постепенно объезжает свои владения. Там восстанавливает государственное управление. Был он и в Тасалониках. Потом поехал в Морею. Там главный город Морея это была Мистра. И вот Мануил там несколько лет живет в Мистре и обустраивается. И греко-курецкий мир продолжается до 1421 года. Когда султан Мехмед I умирает. И трон занял его юный 17-летний сын в Раду. А был еще один сын. Он был в Константинополе. Даже не сын. Там вообще непонятная история. В Константинополе был некий Мустафа. Скажем так. Его еще называют Лже-Мустафа. Потому что был и сын Мустафа настоящий. Но о нем чуть позже. Так вот. В Константинополе правил за отца. Ну пока Мануил был в Марии. То молодой, юный еще сын Мануила. Иоанн VIII. Правил в Константинополе. И он в порыве такой горячности юношеской. Слышает необдуманный поступок. Он Мураву пишет. Что вот у меня тут есть Мустафа. Которого я могу использовать. Как претендента на Османский престол. Если ты там не будешь. Мне там платить. За его содержание. Ну. Мурат. Тоже молодой. Горячий. Он. Как бы. Взбешен. Такой наглостью. И он. Ну. Начинает военное действие. Мустафа пошел тоже брать власть. Но в итоге его. Поймали и казнили. И Мурат идет на Византию. Потому что. Ну как. Как это так. С ним нехорошо поступили. Наглые греки. И это 1422 год. Мурат собирает войско. На школу Константинополя. И впервые. Тогда. Против его стен. Курки используют пушки. Но византийцев спасла интрига. Вот тогда-то появляется. Уже. Настоящий брат Мурата. Мустафа. Византийцы. Убедили его. Восстать. То есть. Тот же. Абсолютно подход. То есть. У тебя тоже есть. Стала на престол. Иди там. Этого Мурата. Сверни. Начинается братовлиственная война. В конце концов. Мурат. Держит вверх. Этого Мустафу. Тоже. Кознил. И. Но в итоге. Его отвлекло. Это восстание Мурата. Мустафы. От. Взятия Константинополя. И. Византия опять получила. Передышку. И. Сумела. Таки. Заключить мир. Ценой выкруты. Большой данью. А в 1425 году Мустафу умирает. И. Он наследует его собственно сын Иоанн Восьмой. О котором только что шла речь. И помимо собственно Торстанинополя. У Иоанна есть еще владение в Марее. И в ранге деспота. Там правят другие сыновья умершего Мануила. Это. Фома и Константин. Тогда Мария. Это большая часть Телопоннеса. Но там есть еще небольшие анклавы. Латинские. Ну по-моему там венецианцы где-то правили. И где-то еще бароны остались. Но это для нас сейчас неважно. Молодой султан Мурат оставляет на время Лизантию в покое. Потому что опять же Лизантия слабый и не опасный противник. А более опасным противником для турок представляется Венеция. Потому что Венеция сильная морская держава. И ведущая морская сила в Средиземноморье. И у венецианцев тогда под контролем Тессалоники. И многие оставались в Игейском море. В 1430 году турки берут Тессалоники. И примерно тогда же турки захватывают Эпирк. Потому что Эпирк до того был таким независимым владением. Потом в 1435 году умирает герцог Афин Антонио Ачайоли. И он оставил город Венеции. Но там междоусобица происходит. Турки пользуются этой междоусобицей. И в итоге султан прислал войско, которое занимает Фивы и Афины. И они попадают в турецкое владычество. И вот Иоанн VIII решается пойти по стопам отца и деда. Понимая, чем османы гротят. А они гротят, конечно же, с захватом Константинополя. Иоанн VIII едет к папе в 1437 году. Для того, чтобы опять искать помощь католического мира в Италии. В это время собор в Ферраре. Но из-за чумы этот собор в 1439 году переезжает во Флоренцию. В историю он нашел как Ферраро Флорентийский собор. И там была заключена уния, которая называется Флорентийская. Вот это знаменитая Флорентийская уния. Мы уже немало уний видели. Еще там с Михаила Фалеолога уже 150 лет. Византийцы периодически заключали унии с католиками. Но именно эта Флорентийская уния как окончательная стала наиболее известной. В догматических вопросах веки пошли на все уступки. Но это не первый раз уже. И даже патриарха император заставил подписаться. Но правда патриарх через 8 дней умер. И как бы позора не знал. А крупные иерархи отказались. И сказали, что типа мы не хотим. Ну не все, но многие. Но правда император все-таки там продавил подписание о рунии. Папа объявил крестовый поход. Призвал венгров опять же как основную силу. И вот с 1440 года этот крестовый поход набирает обороты. У венгров как раз закончилась междууступица. И к Владиславу пришел польский король Владислав III, который стал королем Польши и Венгрии. Он объединил личное умение эти королевства. К 1443 году состоялось внушительное войско у Владислава. Там были и поляки, там были и венгры, там были и немецкие лицари. И вот Владислав разбивает османа и идет в Болгарию, занимаясь Сорфию, идет на восток. То есть в принципе это довольно большой успех христианского мира. Турки пытаются замедлиться с Владиславом. Там был такой сегетский договор. Турки уступили Венгрии в Алахию, то есть юг нынешней Румынии. Сербам уступили в Боснию. Граница проходит по Дунаю между турками и венграми. Но Владиславу этот успех вскружил голову. Его там уговорили нарушить договор и уже в следующем году идти дальше на Варну. Это 1444 год. В ноябре этого же года происходит генеральное сражение. Это знаменитая битва при Варне, в которой турки наголову разгромили войско Владислава. И сам король погиб в этой битве. Но не в последнюю очередь, потому что там был венгерский такой воевод Акуния, для которого вроде как его несколько предал. Ну или по крайней мере играл какую-то такую типовую игру. Но в итоге мы с этим воеводом еще столкнемся. В итоге 1444 год. Самое начало, когда еще кажется, что Владислав побеждает. И он восьмой возвращается в Константинополь, потому что ему кажется, что все. Он не отдал плоды. Он озабочен выбором одного патриарха, который был лоялен делу Унии. Но неожиданно он встречает противоборства со стороны греков, которые абсолютно не хотят подчиняться папе и латинскому обряду. И как горожане, масса горожан, так и многие крупные церковные иерархи. Ну, несмотря на это, Иоанн все-таки продавил, там своего патриарха назначил, но стал не очень популярен в городе. Но тем не менее, когда происходит разгром при Варне и погибает Владислав, то у Иоанна и его надежды рушатся, потому что все, турки уже разгромили христиан, некому помочь, некому прийти на помощь Константинополю. В городе воцаряется отчаяние и уныние, и тем более горечь от того, что заключили Унию, а она оказалась бесполезной. Императора все ненавидят уже открыто, за то, что он предал дело веры, считают, что это вот кара божья. И все большее влияние приобретает его младший брат Константин, который был объявлен наследником. В 1446 году Султан Мурат штурмует стены на Каринском перешейке, опять с помощью пушек, он их разбивает, Каринф взят, турки начинают выдвигаться в Марию, они осаждают Мисту, Патры, но они эти города не взяли, они отошли в Филы, там опять же Мария получила передышку. Дальше, на 1448 год, еще одна важная победа турок, опять же, на Косовом поле, над сербами и венграми, потому что вот этот Хульяди воевода, он стал регентом Венгрии после гибели короля Владислава, и Хульяди уже идет на турок, но его придают сербы, потому что сербы уже прочно в союзе с турками, и вот эта вторая битва на Косовом поле, это такой окончательный гвоздь в крышку гроба Византийской империи. Иоанн VIII не выдержал как бы вот этой всей наловившейся на него такой беды, и умер в этом году. И трон Византии переходит к его брату Константину XI, он тогда был в Марию, которую он правил, там же его короновали, у Константина были еще братья, Фома и Дмитрий, но они не оспаривали его власть. Помощь Византии могла бы оказать Венеция, даже рассматривался брак Константина на дочери тоже в Скаре, но греки сочли имени достаточно знатной, и в итоге венецианцы обиделись, а в общем-то зря греки так поступили, потому что венецианцы могли бы оказать им какую-то помощь. Но тем не менее помощь грекам в итоге оказали даже венецианцы. Но до 1441 года в Турке решительные бывки не предпринимали, но в этот год умирает султан Нураб II, вот этот султан, который был еще молодым и горячим в начале нашего повествования этого выпуска, сейчас он уже был не очень молодым и не очень горячим, и поэтому он активных действий не предпринимал. Но на трон зашел его юный сын Мехмед II. И он опять же молодой и горячий. Ну как в общем-то, наверное, все турки. Мы неоднократно сталкивались, как приходит молодой, юный султан, то он сразу начинает активные завоевательные действия. Ну не исключение и Мехмед II. Он был человеком жестоким, властным, решительным, анализичным. Правление он начал, кстати говоря, с того, что казнил младенца брата, там его было несколько месяцев, Ахмед его звали. И вот этот Мехмед II даже принял такой закон, что типа, когда один из братьев получает власть как султан, то он имеет право убить всех остальных братьев, чтобы те не мешали ему править, не претендовали на престол. Для блага народа, как он сформулировал. Кстати говоря, Мехмед хорошо понимал, что любой из более отсутствующих братьев тоже может ему как бы помешать. Но ему нужен был поэтому какой-то очень такой решительный довод, который бы поднял его популярность у ослана. И этим доводом стало бы взятие Константин-Нополя. И поэтому, конечно, в совершенстве на престол Мехмеда II судьба города была предрешена в течение 1450 года Мехмед II заключает договора со всеми игроками в регионе. С венгами, вот тот же Хуя где заключает договор, с сербами в лице Бранковича, а сербы уже прочь на союзнике турок, дочь Бранковича в горе Султана, с Венецией, с Рагузой, с генуэзцами, у которых Колумбия в Пере, ну, Галата, и Настова, Хиос и Лесбос с выцарями на Родосе. То есть, все по периметру уже связаны обязательствами. И даже с Византией заключил договор, ну, для того, чтобы так султану усыпить бедительность Константина 11-го. Но все понимали, что захват Константинополя готовится, даже французский король издалека прислал эмиссаров и предлагал Константину убежище, чтобы тот бежал во Францию и сохранил жизнь. Константин пытается договориться с папой не очень успешно, потому что греческое население против Унии, да и к самому Константину население города относится с подозрением, но не с такой ненавистью, как его старшему брату, но все-таки Константин тоже как бы за Унию, тоже с папой пытается договариваться. Папа в свою очередь тоже недовольный, потому что он видит, что греки Унии не хотят, он подозревает, что его там обманывают, то есть он тоже не очень горит с желанием помогать грекам, но тем не менее папа присылает Константину кардинала Иситора, который был бывшим киевским митрополитом, но сам Иситор он грек, был киевским митрополитом, потом он принял Унию, стал кардиналом, вот, у него где-то 200 воинов было, еще 700 воинов во главе с Джустияне прислали генуэзицы. В самом Константинополе люди, крайне так скептически настроены по отношению к императору, ненавидят Исидора, потому что Исидор прибыл, святой София отслужил молебен и первым помянул папу. Ну, конечно, греки очень его возменяли за это. Ну, а затем помянул униатского патриарха. Ну, и под влиянием улицы даже правительство Алисанти, которое возглавляло Лука Натара, проявило неразумность. Они выдвинули требования к султану, чтобы тот содержал своего брата Архана, который находился в Константинополе и мог вступить в борьбу за престол. И такая наглость уже выбесила Мехмеда окончательно, и он начал готовить осаду. И для начала он срыгил крепость на европейском берегу Босфора, потому что на азиатском берегу уже была крепость, называлась она Анадолу-Хиссар, и с помощью двух крепостей османы взяли под контроль Босфор и перекрыли его для прохода судов, которые снабжали Константинополь хлебом, потому что смешение разменов шло из Черного моря. И после этого Константинополь оказался в таком положении очень сложном с точки впечатления продовольствия. Многие жители начали готовиться к бегству, многие бежали, даже первый министр Лукан Атара отослал свою семью на запад, хотя он сам запад ненавидел. И даже у него была такая фраза известная, он сказал лучше турецкая челма, чем латинская тиар. Вот такой лидер антизападной партии, но семья на западе. В общем-то даже в те годы было и у некоторых и до сих пор сам император Константин напротив пытался с западом иметь хорошее отношение, он опирался и на Исидора, и на Джустиняне. Исидор он поручил охрану дворца, Джустиняне был главой обороны Константинополя. И вот осень 1452 года уже турецкие войска занимают пригороды, уже зимовка, там остаются конные полки турок под стенами Константинополя, а в марте 1453 года с большой армией из Адрианополя выдвигается сам Султан, у него уже много пушек, он специально поручил подготовить артиллерию для того, чтобы разбивать стены, и вот в апреле подходят они к стенам города, в это время защитники тоже собирают свои силы, сил не очень много, тем более, что Натаро не дружит с Джустиняне, Натаро не дает латиняне пушек, когда греки сами пытаются, император пытается собрать всех, кто может держать оружие на защиту города, то набираются чуть менее пяти тысяч человек, и они не очень хорошие войны, лучшие войны это латиняне, это 200 человек Ульсидора и 700 Ульсидиняне. Братья Константина, которые правили в Марии, никакой помощи не прислали. 12 апреля турки начинают осаду, начинают обстрелы стен, Феодосия из пушек, стены мощные, крепкие, но им почти тысяча лет, и постепенно пушки начинают разрушать эти стены, но пушки тоже несовершенны, поэтому им так быстро обрушить стены не удается, там византийцы латают эти стены, как бы такая довольно падавая ситуация, и вот 18 апреля султан назначает генеральный штурм, и защитники города его отбили. Турки понесли гигантские потери, и на время там опять передышка, 20 апреля три генуэзских корабля прорывают морскую блокаду, и там какие-то припасы в город они привозят, султан в бешенстве, потому что без морской блокады взять там Стависнополь вряд ли возможно, и он тогда поручает сделать такое грандиозное мероприятие, деревянный мистил был сооружен через Галату, ну там через Перу, я так понимаю, что севернее чем генуэзская колония, я был в Стамбуле, и эта часть она как бы такая холмистая, гранистая, я даже не представляю, как турки умудрились перетащить Волоком суда из Босфора в Золотой Рог во внутреннюю бухту Константинополя, именно там, через Перу, но им это удалось, около 70 кораблей они перетащили, а укрепления Константинополя со стороны Золотого Рога были слабенькие, потому что никто не ожидал, что будет атака с этой стороны, вообще это сама бухта Золотой Рог, греки ее перекрывали церковью, и они считали, что никто из врагов в эту бухту прорваться не сможет, и когда там оказались турецкие корабли, это был большой удар, но тем не менее, это не окончательная гибель Константинополя, турки пытались осуществлять подкупы и подрыв стены башен у византийцев были на службе немецкие инженеры, которые успешно этому противостояли, турки пытались использовать тараны и осадные башни, опять же, не очень успешно, потому что византийцы там эти попытки пресекали, то есть, как бы, там была такая довольно героическая оборона, многие участки обороны это были латинские, то есть, турки-нуэццы, там и любые латиняне, кое-какие были греки, то есть, это было такое совместное мероприятие, но любви большой между ними не было, и когда Джустиани просил у Натары пушек, а у Натары пушки были, которые были на его участке стен, а Джустиани он был на самом главном участке, со стороны ворот выходящих на Адрианополь, где была основная сила Суттана, Анатара а Джустиани пушек не дал, и генуэццам силы в итоге не крутило, в ночь с 28 на 29 мая 1453 года Мехмед Второй назначает очередной генеральный штурм, там уже пушки турецкие обрушили часть стен, как раз в районе этих ворот романа там как раз будет Жустиани тогда, турки пошли на штурм этой части стен, Жустиани был ранен, его генуэзцы вынесли с поля боя, унесли на корабль и он уплыл, и в итоге ему удалось спастись, но правда его обвиняют в дезертирстве из-за этого, но тем не менее когда он был ранен то генуэзцы по львухам многие из них тоже пошли к кораблям уже и там была прорывана оборона император Константин 11 пытается собрать те силы которые у него есть для того чтобы этот прорыв заткнуть а турки уже прорывались на стены и на стенах кровавая бойня где-то там в районе вот этих ворот романа сам император при попытке отразить вот этот вот прорыв погиб турки открыли ворота и дальше врывается уже основная часть турецких войск там десятки тысяч турок врываются в город и после этого Константинополь обречен сопротивление защитников которого быстро сломлено толпы греков и латинян бегут к гавани чтобы попасть на корабли и бежать там венуэзские корабли венецианские часть кораблей сумела уйти в основном с венуэзами но большая часть была захвачена турками которые там казнили венуэзов и венецианцев многих в том числе снатных вот к вечеру 29 мая Константинополь уже полностью под контролем турок Мехмед II отдал его на три дня на разграбление а затем остановил порядок многих жителей сделали рабами ну не всех но порядка там некоторые источники дают оценку порядка 60 тысяч жителей было сделано рабами а меньшая часть оставлено свободными султану принесли в голову якобы Константина но вот этот вот самый министр Натара сказал что это голова Константина XI самого Натару Мехмед сначала помиловал и даже там ему дал управлять городом но затем через несколько дней казнил его и его сына в общем Натаре его ничего не помогло кардинал Исидор убежал в Перу иноэсом но правда ему пришлось для этого переодеться нищего а нищего которому он дал свое одеяние турки поймали и казнили но Исидор спасся Джустиниани еще раньше на корабле ну раненый Джустиниани уплыл но правда он от этих ран через там месяц где-то скончался Мехмед второй сделал Константинополь своей столицей турки назвали его Истанбул на самом деле Константинополь никогда же официально не назвался Константинополем по-моему Константинополь его называл Новый Рим планировал его назвать греки вроде бы говорили просто город и когда они говорили что вот в город то это звучало примерно так как по-турецки Истанбул но турки немного исказили это звучание ну бул это полис вот эта часть а вот то что в начале это в город в там предлог в я не знаю как это по-гречески будет но в общем это собственно Истанбул это искаженная греческая в город как турки переначали вот ну и так они Константинополь называли те жители которых в рабство не продали их оставили ну потому что Мехмед хотел чтобы столица его все-таки была оживленным торговым и местным центром и они остались там жить под властью султана которая изначально была довольно мягкой Мехмед оставил православную патархию причем он отдал власть в руки противников Куни так что православные даже при нем как бы можно сказать жили более-менее нормально после падения Константинополя остались греческие государства в Пелопонессе на полуострове Пелопонесс то есть в Море и там продолжали править братья Константина XI вот также осталась Трапезунская империя о которой мы поговорим отдельно но сейчас тогда о Море закончим братья палеологии которые не оказали помощи столице ничего особо не выиграли потому что уже в следующем 1454 году им пришлось пойти на поклон к султану заключить договор стать его данниками Мехмед второй после того как взял Константинополь сначала воевал с гимнессцами как с наиболее такими повышительными его противниками которые контролировали острова Хиос Лесбос и он покорил эти острова после этого уже обратился на Тулапанес там был Хома Палеалу деспотам он перестал платить дань и тогда Мехмед второй втолкся на территории Тулапанеса и быстро его покорил это к 1460 году произошло как раз именно в этом году уже пал Морейский деспотат сам Фома Палеолог бежал на Картфу и оттуда в Рим и в Риме он уже был как император в изгнании то есть он наследовал своего брата Константину Фома считал себя императором Византии и когда он умер то этот титул императора перешел его сыну Андрею который в общем-то такой последний из тех кто носил титул императора Византии хотя конечно реально ни Фома ни Андрей не правили а реальным последним императором был Константин 11 кроме того у Фомы была дочь Зоя эту дочь выдали за московского князя Ивана Третьего и она более известна под именем Софья Палеолог и вот как бы она в Москве жила и от нее также происходят дальше и сыновья и сын Ивана Третьего Василий и внук соответственно Иван Дроссный тоже по женской линии от Палеолога ну а на этом тогда этот цикл мы разрешаем остался еще один бонусный выпуск по Казахстану и после этого уже все я с вами прощаюсь мой патрон патрон .com 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 Мой канал в YouTube Банк Охлов подписывайтесь ставьте лайки ну и досмотрите до конца тогда и бонусный выпуск еще раз спасибо за внимание до свидания до конца .com .com